А мы продолжаем информационный час на телеканале Алматы. Смотрите далее в выпуске. Кредиты, оформленные мошенниками, будут списывать за пробелы в кибербезопасности, намерены наказывать банки второго уровня и микрокредитные организации. Я, Далина Сипова, расскажу подробнее. Канализационные сети города Куннаев изношены на 99%. Их не ремонтировали с момента прокладки. Сколько еще они продержатся? Дамир Анитов с подробностями. Жители села Береки возмущены. Несколько лет власти игнорируют коммунальные проблемы. Все подробности в материале Аделя Кжаркеновой. Защита интеллектуальной собственности. Сколько контрафактной продукции было изъято в Алматы с начала года. И как отличить подделку от оригинала, узнавала я, Дина Женобекова. Начинаем выпуск. Три человека погибли в результате пожара в одном из гаражей Уральска. Трагедия произошла накануне вечером. Сначала загорелся грузовик, затем пламя охватило помещение, а позже перекинулось на жилой дом. Спасатели обнаружили на месте возгорания четыре кислородных баллона. Причина возгорания выясняется. По данным полиции, среди погибших вдвое мужчин и одна женщина. Как выяснилось, 21-летний погибший мужчина арендовал этот гараж. Второй приехал к нему, чтобы починить свой транспорт. А женщина проживала в доме рядом с помещением. По данному факту начато досудебное расследование по статье 292 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Назначены все соответствующие экспертизы. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. На месте происшествия обнаружены тела трех человек, принадлежащие женщине 1982 года рождения и двум мужчинам 2002 и 1997 годов рождения. В Кустанай годовалый мальчик выпал из окна третьего этажа и чудом остался жив. Об этом сообщили в департаменте ПЧС области. Оказывается, ребенок без присмотра взрослых забрался на подоконник и выпал. Сейчас он находится в больнице. Его планируют перевезти в отделение травматологии. Мальчику провели компьютерную томографию, сделали УЗИ и взяли анализы крови. Врачи диагностировали у малыша закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Сейчас его состояние стабильное. В Казахстане ужесточат наказание за семейно-бытовое насилие. Об этом сообщил замглавы комитета административной полиции МВД Ренат Зулхаиров. К примеру, отныне предполагаемые поправки позволят возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших. Ежегодно в полицию поступает свыше 100 тысяч заявлений о семейных конфликтах. Однако 60% обращений стражи порядка не смогли принять, поскольку у потерпевшей отказывались писать заявление из-за давления агрессора. Более того, хотелось бы обратить внимание наших граждан на то, что есть и международные жесты по предупреждению о том, что люди находятся в опасности. Это такой международный жест, если человек вот так вот вверх руку поднимет, зажмет, это будет означать о том, что требуется помощь и человек находится в опасности. Это международный жест, его можно прям везде запомнить и использовать. И все наши сотрудники полиции знают этот жест и знают механизм реагирования на него. По словам специалистов, в результате безнаказанности домашних тиранов порождается вседозволенность и рукоприкладство. Это, в свою очередь, переходит в привычку и ведет к более тяжким последствиям. Именно поэтому жестокое или унижающее человеческое достоинство обращения отныне будет считаться пытками, заявили в МВД. Введение такого состава позволит разграничить случаи пыток от жестокого обращения, а также устранить пробел в законодательстве, связанном с отсутствием ответственности за их совершение. Так как, согласно статье 17 Конституции, никто не должен подвергаться пыткам другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. В селе Береке Алматинской области разгорается земельный скандал. Местные жители возмущены продажей участка, через который пролегает путь к их домам. Люди говорят, что эта дорога общего пользования оказалась в частных руках. Как такое возможно и что говорят чиновники, узнаем у Адель Акжаркеновой. В селе Береке, что в 30 километрах от Алматы, проживают более 3000 человек. Самая большая и нерешенная проблема – плохие дороги. Каждый год нам обещают проложить асфальт, но ничего не делают. Постоянная грязь, летом пыль от этих дорог. Мы уже устали. У нас дети, внуки с трудом ходят в школу. Такси сюда отказывается приезжать. Куда тратить деньги Акимат? Каждый год говорят, что выделят средства. А результата никакого. Мы даже уже асфальт не просим. Пусть делают хотя бы грунтовую дорогу. Мы уже не знаем, кому обращаться, чтобы нас услышали. Но это лишь полбеды, говорят сельчанин. По словам людей, имеются проблемы и с неправильным распределением земель. Жители утверждают, что путь к новостройкам, а их порядка 200, находятся в частной собственности. Местные опасаются, что в результате им закроют доступ к домам. «Продали вот этот участок по улице Астана, на котором мы стоим. Если завтра частники огородят всё, как мы будем добираться до домов? Почему не предусмотрели этот момент?» В ответ на это в местной администрации лишь развели руками и заявили, проектно-сметную документацию составляли бывшие сотрудники Акимата. «Нам неизвестно, в каком году создавался проект. В наше время проектно-сметная документация не составлялась». Дополнительный выезд комиссии не дал результатов, поэтому и дальнейшая ситуация с данным участком остаётся неизвестной. А вопрос с асфальтированием в Акимате заверили решить. В администрации сообщили, что на средний ремонт 6 километров дорог выделили более 200 миллионов тенге. По словам специалистов, закончить работы планируется до сентября текущего года. Помимо прочего, жители села Береки возмущены и другими коммунальными проблемами. Как видите, село тонет в мусоре, а разбрасывать его помогают бродячие собаки, которые, к тому же, нередко нападают на население. Чаяние жителей в местной администрации обещали рассмотреть и проблему решить. Вот только сами жители обещаниям чиновников верят с трудом. Аделя Кжаркинова, Гани Калуов, телеканал «Алматы». Тем временем жители одного из микрорайонов Кунаева жалуются на зловоние. Причина, по словам людей, кроется в канализационных сетях, которые сильно изношены. Это подтвердил и глава Горводоканала. Почему признанный аварийным объект не ремонтируют, расскажет Дамир Анитов. Зловонный запах негодует людей распространился практически на весь город. Несмотря на духоту, окна в доме жители предпочитают не открывать. Ужасный запах. Просто терпим. Просто невозможно иногда. Уже от гостей стыдно. Просто невозможно, когда ветер. И вообще там так благоустроили у нас по улице Кунаева. Лавочки сейчас поставили, все удобно. Сядешь, если там колодец, с колодца прямо невозможно сидеть. Я ухожу на другую лавочку. И мы прям явно знаем, что это вот с этих колодцев идет такой запах. И теперь этот запах у нас теперь в туалетах поднимается. Видите, в туалетах, в санузлах, в ванной, в туалетах. Как выяснилось, вонь исходит из канализационно-очистительной станции. За почти полвека сооружение полностью износилось. Только с начала этого года произошли две крупные аварии. Сточные воды практически полностью разъели трубы. Объект официально признали аварийным. Раньше здесь были дробилки, как ни странно, но они были призваны дробить крупные отходы, поступающие сюда через унитаз. Но оборудование износилось настолько, что ее убрали лет 10 назад. И сейчас здесь все чистится вручную. Станция испытывает колоссальные нагрузки. Ведь ее мощность при постройке 25 тысяч кубических метров. По данным специалистов, на изношенность влияют и другие факторы. У нас насосные станции качают много грунтовых вод, где ближе микрорайон, скажем, 18-й. В тех краях у нас колодцы, все полные грунтовые воды. Мы качаем сюда вместе с песком. Поэтому это тоже имеет роль на износ. Потому что песок, он как абразивный механизм, изнашивает трубу, как наждачная бумага. С тех пор, как город стал областным центром, инвесторы встали в очередь на строительство ЖК. Вот только в Горводоканале не дают техническое разрешение на подключение к изношенным канализационным сетям. В администрации обещают решить проблему. Проблема номер один по городу – это канализационные очистные сооружения. Она была построена в 1969 году, уже более 50 лет. Никогда она не ремонтировалась. В этом году мы уже конкурс объявили в рамках проекта ГЧП. Первый этап конкурса прошел, сейчас второй этап проходит. Дай бог, если все нормально будет, то уже начнем реконструкцию коса. Предварительно на ремонт такой станции планируется потратить 16 миллиардов тенге. К слову, по данным профильного ведомства, аналогичные проблемы с канализационными сооружениями имеются в 27 городах страны. Дамир Анитов, Медец Аматулла, телеканал Алматы, Алматинская область. Вы смотрите новости, далее в выпуске. Кредиты, оформленные мошенниками, будут списывать за пробелы в кибербезопасности. Намерены наказывать банки второго уровня и микрокредитные организации. Я, Далина Сипова, расскажу подробнее. Медицинский поезд отправился сегодня с вокзала Алматы-2. Какие регионы посетят медики и кто сможет пройти бесплатное обследование? Все подробности в материале Солдана Тургалиевой. В Казахстане намерены списывать кредиты, которые оформили мошенники. Соответствующий законопроект рассмотрели в Можилисе. Но заемщик должен будет доказать в суде, что не получал деньги от банка или микрокредитной организации. Проблема особенно актуальна на фоне возросшего числа интернет-мошенников. Далее Насипова продолжит тему. Оформить онлайн-кредит сегодня можно в несколько кликов. С одной стороны, система облегчает жизнь гражданам, с другой становится инструментом, доступным и мошенникам. В агентстве по финмониторингу считают, что займы, оформленные посторонними лицами, должны возмещать банки второго уровня и микрокредитные организации. Будет четко прописано все типологии мошеннических операций, требования к информационной безопасности, к мобильным приложениям, которые должны соблюдаться. И при нарушении этих требований соответствующие будут последствия для финансовых организаций. Об актуальности проблемы буквально кричит статистика. Если пять лет назад официально было совершено порядка четырех тысяч киберпреступлений, то в 2022 году их количество выросло до 22 тысяч. По словам вице-министра МВД, немало сейчас и телефонных мошенников. Только с начала года, за три месяца, нами пресечено 15 миллионов таких звонков. То есть это работает, да, там технические погрешности есть, мы над этим занимаемся. Тем временем большим спросом сегодня пользуются микрокредитные организации. Две наиболее крупные изъявили желание конвертироваться в банк. И в ближайшее время в Казахстане должно увеличиться количество банков второго уровня. Далее Насипова, Нурлан Утиген, Ринат Утеев, телеканал Алматы, Астана. Свыше пяти тысяч наименований контрафактной продукции изъяли в Алматы с начала года. Общая сумма поддельной продукции превысила два с половиной миллиона тенге. Об этом сообщили в городском департаменте юстиции. Какие товарные знаки чаще всего подделывают злоумышленники и как отличить фальсификат от оригинала, выясняла Дина Женобекова. Моющие средства, алкоголь, сигареты и даже декстильные вещи. Эти товары, по словам специалистов, чаще всего встречаются на контрафактном рынке. Зачастую ювелирно изготовленную подделку довольно сложно отличить от оригинала. И чтобы избежать фатальной ошибки, покупателям необходимо следовать трем прописанным правилам. На упаковке может быть более плохое качество печати, более тусклые цвета и так далее. Или наоборот, в некоторых случаях даже бывает, что те, кто подделывают оригинальный товар, они более красочную упаковку делают. Иногда такое тоже случается. Помимо упаковки, покупателям необходимо обращать внимание на заниженную цену и место реализации заманчиво недорогого товара. Ведь, как правило, цена контрафактного товара заметно ниже, а торговые точки располагаются на недорогих рынках. К слову, сегодня в стране активно борются с фальсифицированной продукцией. У нас есть целый ряд предложений, и мы регулярно на связи с Министерством инвестиций и с другими правоохранительными органами по улучшению казахстанского законодательства, по приведению его в соответствии с международными нормами. Между тем, сегодня во всем мире отмечается День интеллектуальной собственности, а в целях борьбы с фальсификатом в стране запустили республиканскую акцию «Контрафакт». Данную акцию мы привлекаем молодежь, школьников, где они могут придумать слоган, например, который будет говорить о том, что «Контрафакт – это плохо». Маленькие детишки могут рисовать рисунки, чтобы они могли изобразить визуально, что «Контрафакт – это действительно плохо». По словам представителей городского департамента юстиции, за реализацию изготовления контрафактной продукции недобросовестным предпринимателям может грозить штраф до 80 МРП. А в случае, если стоимость поддельного товара превысит 2000 МРП, то в отношении правонарушителя возбуждается уголовное дело. Дина Жанабекова, Миром Исабеков, телеканал Алматы. Трудовые инспекции могут полностью перевести под контроль Минтруда и социальной защиты населения. Об этом в кулуарах Мажелиса сообщила Тамара Дюсенова. Так как местные исполнительные органы не всегда эффективно рассматривают поступающие жалобы, отмечает министр. Новшество будет принято вместе с изменениями в Трудовой кодекс. Практика показала, что все-таки инспекция труда должна быть на уровне центрального исполнительного органа, и она должна обеспечить соблюдение законодательства, единого законодательства по Казахстану, в едином порядке. Министрированный депутатами закон о внесении изменений в Трудовой кодекс, туда они включили это предложение, мы поддержали. Законопроект находится уже в парламенте Мажелисе. В Казахстане с начала года утонули 9 человек, двое из них дети, сообщили в МЧС. По данным спасателей, люди зачастую не соблюдают правила безопасности на воде. В результате это приводит к печальным последствиям. На сегодня в стране имеется порядка 500 разрешенных мест для купания. До 1 июня запустят еще более 130 пляжей, но при условии соблюдения определенных требований. Должен быть медицинский пункт, где можно будет оказать первую медицинскую помощь пострадавшим. Второе, это обязательно должны быть спасатели, должны быть оборудованы информационными досками, где полностью расписывается, какие там есть глубины, где дети должны купаться, какие меры безопасности на воде. Дальше должны оборудоваться смотримыми вышками, для того, чтобы смотреть полностью сверху за отдыхающим народом. Более 75 тысяч жителей отдаленных регионов страны получат бесплатную медпомощь до конца года. Такая услуга стала доступна благодаря проекту «Медицинский поезд». Сегодня целая бригада специалистов отправилась в путь со станции «Алматы-2». Сколько всего регионов охватят медики и как устроена больница на колесах, расскажет Салтанат Нургалеева. Кабинет гинеколога, стоматолога, УЗИ и даже операционная. Целая больница разместилась в четырех вагонах поезда, а вместо проводников – бригада врачей. В составе 35 специалистов, которые в 8 месяцев будут оказывать бесплатную медпомощь. В планах до декабря посетить 120 станций. Главной целью нашего поезда является улучшение социально-экономической жизни наших людей, нашей страны. Это получение людьми той помощи медицинской, которую в большинстве случаев, проживая в своих регионах, в своих небольших аулах, они получить в принципе не могут. То есть именно цель такая, чтобы довести эту медицинскую помощь, можно сказать, до дома. Вот такой поезд здоровья отправится уже через считанные минуты. Как вы видите, его купе переоборудованы в самые настоящие медицинские кабинеты, оснащенные современной техникой. Давайте узнаем у самих врачей, как их настроение и в целом подготовка к отправке. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы отправкой готовы, все оборудование у нас есть, но мы будем помогать людям. Это наша первая миссия. Оказать медицинскую помощь в отдаленных уголках нашей Казахстана, квалифицированную помощь, диагностику. С этой задачей мы, конечно, должны справиться. Дорога долгая, нелегкая. Бывают психологические моменты, нагрузка, выдержка. Остановка на каждой станции 2-3 дня. За это время пройти полную диагностику смогут как взрослые, так и дети. А новшество этого года, что к бригаде врачей присоединились медиаторы, психологи и юристы. Нам поступают от аулов, сел, потеряли удостоверение личности, своевременно не могут получить пособия, пенсии, подготовить исковое заявление. Надеюсь, что приезд медиаторов, психологов поможет открыть глаза многим женщинам. Объяснит им, куда обращаться в случае семейно-бытового насилия, как вообще поступать в такой ситуации. Поможет семьям, находящимся на грани развода и недопонимания. К слову, в прошлом году поезд здоровья принял более 80 тысяч казахстанцев. 25 тысяч из них были дети. Пассажиры заняли свои купе. Поезд тронулся. Первая остановка – село Копа. И уже сегодня врачи смогут принять своих первых пациентов. Что ж, пожелаем им удачи и счастливого пути. Салтана Тургалиева, Рашидин Якупов, телеканал Алматы. В Алматы впервые пройдет спортивный вечер в Международной борцовской лиге Поддубного. Мероприятие состоится сегодня на арене Дворца спорта имени Балуана Шулака. В канун масштабного состязания прошла битва взглядов самых именитых участников. Кто из ведущих борцов выступит на соревновании и какое шоу ожидает зрителей. В материале Дина Женобековой. Четвертый турнир престижной борцовской лиги Поддубного объединит борцов более чем из 10 стран мира. Этим вечером зрители смогут увидеть бои по вольной, греко-римской и женской борьбе. Хотел бы, конечно, от души поприветствовать наших великих чемпионов, олимпийских чемпионов, чемпионов мира, Европы, которые здесь собрались для того, чтобы показать свое мастерство. Сказать огромные слова благодарности нашим генеральным партнерам, компании «Олимпбет», которая разделяет стремление наших чемпионов быть лучше, доминировать. Главной интригой мероприятия станет исход поединка между двукратным олимпийским и трехкратным мировым чемпионом Романом Власовым и серебряным призером Олимпиады, обладателем азиатского первенства Акжолом Махмудовым. Главным спонсором бойцовского вечера стала букмекерская контора «Олимпбет». Ранее компания стала долгосрочным партнером Национальной федерации борьбы и спонсором сборной Казахстана. Мы надеемся, что этот турнир подарит много новых болельщиков, прекрасному виду спорта, положит не просто, он очень любимый и популярный, на мой взгляд, он должен еще быть более любимым и популярным. Я надеюсь, нас ждут увлекательные схватки. Всего в рамках турнира состоится 20 поединков с участием лучших мировых атлетов. Отметим, Борцовская лига Поддубного не только привлекает лучших спортсменов планеты, но и обладает рекордным призовым фондом. У нас, как вы знаете, создано было нами стриминговое борцовское телевидение wrestlingtv.ru И по количеству просмотров контента борцовского, один из лидеров, как раз это был Казахстан. Поэтому мы стремимся, где нас больше смотрят, туда и привозить события такого уровня. В 2022 году мероприятие проходило трижды. Дважды в Москве и один раз в Бишкеке. За время существования турнира в нем приняли участие около тысячи атлетов. Среди них пять олимпийских чемпионов, четыре чемпиона мира и свыше десяти призеров олимпийских игр и других престижных мероприятий. Дина Жаннабекова, Жадра Омаржанга, Николу, Телеканал Алматы. Более 16 миллиардов тенге выделят в Алматы на программу по душевому финансированию творческих кружков и спортивных секций. Госпрограмма «Дому Бала» стартовала в феврале этого года. По правилам на бесплатные спортивные секции и творческие кружки можно записать детей в возрасте от 4 до 17 лет. Подать заявку у родителей смогут через онлайн-платформу «Дому Бала Киезет». Как отмечают специалисты, предусмотрен контроль посещаемости, а родители смогут дистанционно проверять успеваемость своих детей. Мы работаем над тем, чтобы наша система была удобна каждому пользователю и первоочередно, чтобы она была прозрачна. То есть все движение в системе, все это видно, видна аналитика операторам. Распределение мест для записи в спортивные секции и творческие кружки будет производиться для всех детей на равных возможностях, вне зависимости от их социального статуса в порядке общей очереди. Как я поставщик, вижу очень много плюсов в этой платформе. Первое – это верификация ЦП. Родители могут теперь по ЦП заходить. А второе – это, что как я поставщик, у нас всегда была проблема с подписанием табелей. Сейчас очень быстро это делается. Операторы очень быстро рассматривают эти табеля и подписывают, и мы получаем оплату вовремя. Ну и третье, самое немаловажное – это то, что мы видим очередь. Очередь прозрачная. Теперь каждый ребенок может встать в очередь к любому поставщику на любую секцию записаться. И мы, как поставщики, это видим. Сколько детей к нам записалось, кто у нас на очереди. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»